Продолжение следует... 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 И... Продолжение следует... 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 Витя Цовет, ты наш Бог и наш герой. И пока живы мы, пока живы мы, ты всегда живой. Понимаете, он ушел в мир иной, он ушел просто в наши сердца, понимаете, в нашу плоть, в нашу жизнь. То есть я вот лично сейчас, я просто-напросто живу и, ну как сказать, дышу просто им. У меня уже это все в сознание вошло. Я если какое-то делаю что-то, я уже анализирую, а смогу бы понравиться тебе Виктору, понимаете. То есть я уже вместе с ним, я уже дальше не могу без этого. Ты считаешь, это нормальный выход в ситуацию? Да, нормальный. Понимаете, просто я когда узнал, вот 16-го числа прихожу на работу, беру газету, просто для меня вот так вот мир сейчас перевернулся. Ну и как долго такое состояние у тебя может быть? Да, оно сейчас самое не стояло. Сейчас, что вот я 16-го числа узнала, 16-го числа, сегодня одинаковое состояние. У меня сынишке полтора года, понимаете, вот я включу, вот он у меня очень музыкальный парень, одаренный, в общем-то, вот полтора года, ну, перекиньте, пацану. Я вот прихожу домой, я буквально у меня вот 16-го играла постоянно только кино, только Витя, понимаете. Я ставлю какую-то другую музыку, понимаете, он сразу уходит на кухню. Стоит мне только включить Виктора Цоя, он тут же появляется в комнате, и вот так вот стоит, ошарашенно смотрит, понимаете. Очень интуитивно. Полтора года мальчишке он уже понимает, что это. Ну, это может быть мистическое, может быть, может быть, может быть. Ну, понимаете, я говорю, он как бы через меня все это в себя берет. Ребята, а что за помещение? Он сгоревший, да? Он сгоревший, там первый этаж в вполне приличном состоянии находится. Там второй этаж, штукатурка отваливается. А кому принадлежит он сейчас? Даже неизвестно, никто не знает. Гарнизон говорит, что это не ихний. Может быть, и министерство? Может быть, и министерство. Ну, вам же надо как-то всерьез, если вы решили это сделать, куда-то обратиться. Серьезно, просто быстрее движение. Нет, что-то дело, что никто не признанется, что это помещение. Это же не делается просто вот так вот сразу. Ну, так можно протянуть резину, а потом ни помещение, ни этой стены. Ну, почему резина? Это же... Я так говорю, я сюда приехал, я ребятам просто подсказал самый удобный случай. Любой дворец культуры, хоть маленькое помещение, хоть подвальчик, и все. Оборудовать его своими силами, это расплюнуть же. Ну, я говорю, просто меня ребята убедили, что у нас периферия, у нас, понимаете, у нас с этим проще. А здесь же все-таки Москва. Москосовет ушами хлопает. Что ушами? Ты умер срочно, в двадцать восемь. Ты умер в золотую осень, и будто без вести пропал. Мне разве смерть твоя награда? Ты сделал то, чего не надо. Твоя последняя тропа легла через ножи листопада. Ты умер. А ведь жил недавно, мог труд совершать, давать советы, Передавать друзьям приветы, новое, резкое и нежданное. Ты не собрал с собой в дорогу, ни ужина, ни саквояжи, и даже не попрощался у порога. Ты просто жил, ты с нами был, любил природу всей душой, и мы тебя в сердцах храним. Наш добрый парень, Вить Отцов, твоя судьба, судьба всех нас, Явиться в жизнь, затем уйти, и рвется, как струна она, и тает, как в долгих стенах. Это кто-то из ваших, где-то сам? Здесь... Самисочные. Нет, не знаю, в смысле, из Уфы или здесь, ребята? Да тут вообще, тут много, понимаете? Очень много. Вот у нас, когда на 9 дней собирались, приезжал троёрный брат Витюша, Игорь, понимаете? И двое ребят ко мне подходят, ты, говорит, Андрею. Я так посмотрел, да, ну, вроде солидные. Ребята, мужики, 32 года, я только потом узнал. Или я с огнем, я говорю, да. Это у вас молодёжная организация в городе сейчас создана? Я так посмотрел, у меня, естественно, глаза 6 на 9. Я говорю, ребят, а вы откуда? Из Омска. Я так прикинул, Красноярский край же. А вы сюда как приехали? В командировку специально на два дня к вам. Я там чуть не упал. Это просто слухи уже, докателись, понимаете? Ну, это и хорошо. У нас организация почти, ну, сколько, недели две, две с половиной буквально были. И уже из Омска сюда приехали. В смысле, туда, к нам, в Уфу. Понимаешь, мне хочется, чтобы, объединившись, можно было каких-то реальных дел добиться, действительно. Не какие-то рукописные, там, серо копированные тексты, песен, а вот именно какую-то книгу мемориальную. Причем ее должны делать не вне шторпис, да? Там такие-то дядьки, которым делали... Понимаете, мы просто в Уфе, в Уфе, понимаете? Я как, я уже обжегся на этом несколько раз. То есть к нам уже подходили кооператоры, понимаете? Давайте мы сами все сделаем, понимаете? Кооператоры, извините, это есть хорошие ребята, а я не хочу просто на святом деле, чтобы они наживались за деньги. Ну, зачем это? Потом же в меня все мои ребята будут тыкать пальцами, вот ты в этом повене. Почему мне это не надо? 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 Ты смотришь мне в глаза, ты смотришь мне в глаза, но темные стекла огня в твою душу вышли из кино. Вышли из кино, ты хочешь сам раздаться, но слово не нарушит. Ты как любишь эти фильмы? Мне знакомы эти фильмы? Мне знакомы эти фильмы? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok